Доброе утро! А у нас в студии листопад! Да, Степашка, я решил вспомнить золотую осень! И откуда у тебя столько листьев, а? Да как откуда? Это же твой букет, ты его сам собирал. Он был таким красивым, что я решил его сохранить. Положил тетрадь с большими листами и прижал сверху книгами. Листья засохли, и теперь мы можем любоваться ими хоть до следующей осени. А зачем же ты сегодня их принёс? Просто для красоты? Нет, Степашка, не только. Я хочу сделать портрет лисички. Как это? Рассказывай скорее. Сначала нужно приготовить всё, что необходимо для поделки. Я выбрал вот этот кленовый лист. Ещё принёс лист оранжевой бумаги с нарисованными ушками. И вырезал заранее ещё две бумажные детали для ушей. Только белые и поменьше. А ещё у нас на столе фоторамка, пластиковые глазки и два маркера. Белый и чёрный. Ну и, конечно, наши главные помощники. Ножницы, клей-карандаш и клей-пистолет. Всё. С чего начнём? С ушей, Степашка. Вырежем из оранжевой бумаги две детали. Большие ушки получаются. Большие. Но не больше, чем у тебя. Серёжа, а зачем лисе две пары ушей? Хороший вопрос, Степашка. Думаю, ты прав. Действительно ни к чему. Она и одной пары прекрасно слышит. Поэтому сейчас при помощи клея-карандаша соединю оранжевые и белые детали. И ты увидишь, какая красота у нас получится. Ушки, ушки, ушки. Берём клей-карандаш. На одну сторону наносим клей. Приклеиваем. Вот так, по центру. То же самое делаем и со второй деталью. А-а-а, я понял. У лисы на ушках шерсть разного цвета. Снаружи она может быть рыжая, а внутри белая. Верно? Верно, Степашка. Значит, в наши лисы теперь тоже будут правильные уши. Точно. Так, а что мы будем делать потом? Примерим уши и кленовый лист к фону. Лист уже лежит. Да. Я переверну рамку. Так. И приложу вот сюда уши. Вот так вот. Одно ушко и другое. Ну, всё поместилось. Да, отлично. Значит, уши мы можем приклеить. И кленовый лист тоже. Нет, Степашка, его нам ещё предстоит доработать. Да? А это как? Сейчас покажу. Уши оставляем вот здесь на месте. Приклеиваем их. Главное приклеить ровно в том месте, где мы примеряли. Да, да, точно. Готово. А теперь при помощи белого и чёрного маркеров сделаем лисичке мордочку. Белым нарисуем ей мех. Как на ушках? Точно. Так, 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 так. Белым я рисую вот здесь, по краям. Угу, угу. Ой, как сложно. Нет, Степашка, на самом деле всё очень-очень легко. Да. Главное работать аккуратно и с хорошим настроением. Как у нас с тобой сейчас, да? Абсолютно верно. А ты будешь весь листочек по краям закрашивать? Нет, Степашка, только чуть-чуть. Только чуть-чуть, да? Ой, а что мы будем рисовать чёрным маркером? А вот попробуй догадаться сам. Хм, чёрным. А-а-а, это же нос! Чёрный носик у лисы чует запах колбасы. Хе-хе-хе-хе. Жаль, что негде взять в лесу ей зимую колбасу. А почему зимой? Ну, а потому что летом еды и так достаточно. А-а-а, ясно, Степашка, хорошо. А вот сейчас, наверное, уже можно всё приклеивать, да? Точно. На этот раз воспользуюсь клеевым пистолетом. Нанёс клей и прикладываю листик. Аккуратно. Действительно, Степашка, клей очень горячий, поэтому, ребята, попросите взрослых вам помочь. Ты только осторожно, не прижимай очень сильно, а то листочек может сломаться. Я стараюсь, Степашка. Да? Готово. Листик приклеил. Ой, красота! Только глаз не хватает. Давай приклеим ей глазки. Да, приклеим их прямо сейчас. Так же воспользуюсь горячим клеем. Один глазик. Да. И рядом второй. Ой, какая лиса настоящая, хитрющая! И необычная. Знаешь, оказывается, это очень даже увлекательно, делать из листьев красивые поделки. И не только из листьев, Степашка. Шишки, цветы, семена, желуди и не только являются прекрасным материалом для поделок. И в этом ты еще не раз убедишься. Ребята, учитесь видеть прекрасное даже в обычных листьях. И мастерите с удовольствием вместе с нами. Да. Увидимся! До встречи, ребята, на канале Карусель!